Через полгода в первом СИЗО по-настоящему запахнет весной, когда расцветут все вишни, яблони, сливы, кусты гортензии и барбариса. 40 саженцев украсили внутренний двор следственного изолятора, чтобы заключенным мир за колючей проволокой не казался таким уж мрачным. Было принято решение, предложение посадить сад. Для чего? Для того, чтобы жилось веселее осужденным и приятно было ходить на службу сотрудников. Потому что там, где деревья, цветы, там вся красота. Красота, как известно, спасет мир. Работники СИЗО с большим энтузиазмом высаживают плодовые деревья. Обещают ухаживать за ними по всем правилам, ведь хочется скорее собрать первый урожай. В этом деле есть на кого равняться. 15-й колонии сад в этом году уже принес свои плоды. Ягоду, выращенную за решеткой, отправили в тюремный дом ребенка. Польза двойная. И детям витамины, и осужденным трудотерапия. Для того, чтобы они через эту дверь не только могли войти, так сказать, в преступное, к сожалению, миропонимание, но и по возможности из этого преступного миропонимания выйти. Жизнь показывает, что на самом деле только труд является той действенной терапией, которая и может привести человека, вернуть его к нормальной жизни. Атрибуты нормальной жизни не только снаружи, но и внутри. Чтобы скрасить часы ожидания свидания в тюрьме, в изоляторе появился книжный уголок. Библиотека из 320 произведений. На полке русская и зарубежная классика. Правда, на вопрос журналистов, а почему здесь нет романа Достоевского «Преступление и наказание», надзиратели ответили. Слишком мрачная книга для здешних не столь отдаленных мест. Андрей Горгуленко, Константин Главин. События.